Доброе утро! Открытые новости продолжают работать в Алтайском районе. С вами Яна Аксенова и вот коротко о главных темах к этому часу. Сегодня депутаты АКЗС назначат дату выборов губернатора Алтайского края. Все подробности в выпуске. Открытие купального сезона на городском пляже в Барнауле откладывается. Почему? Уже более 90 лет одно из предприятий Алтайского района готовит советский сыр высшего сорта. Как у нас варят вкусный сыр и что для этого нужно? Сегодня назначат дату выборов губернатора Алтайского края. Для этого депутаты законодательного собрания соберутся на внеочередную сессию. Выборы должны пройти только осенью 2019 года. Досрочные выборы пройдут в регионе из-за отставки Александра Карлина. Напомню, президент Владимир Путин его отставку по собственному желанию принял и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Виктора Томенко. Также на внеочередной сессии депутаты рассмотрят еще один важный вопрос – финансирование выборов. Так как они внеплановые, в бюджете на них средства не заложены. Старый мост в Барнауле закрыли для большегрузов. Это нужно для того, чтобы сохранить конструкции коммунального моста через ОПИ. Отмечу, ранее действовало ограничение в 10 тонн. Но, несмотря на запрет, водители грузовиков на мост соезжали, особенно в ночное время. Чтобы этого не допустить, у моста стали постоянно дежурить экипажи ГИБДД. Теперь по старому мосту могут проезжать только малотоннажные грузовики «Газели» или небольшие японские аналоги. На автобусы запрет не распространяется. Они могут ездить по старому мосту в любое время. Открытие городского пляжа в Барнауле могут перенести на несколько дней. Это связано с тем, что территорию сильно затопило. Сейчас река грязная, вода еще не прогрелась, так что отдых на пляже опасен для здоровья. По словам представителей администрации Центрального района, уровень воды на острове превышен на 5 метров. Это мешает очистке берега от щепок и прочего природного мусора. А взятые пробы песка и воды не соответствуют всем требованиям. Кроме того, температура воды у острова по Маскин всего 13 градусов. Эти моменты не дают нам права запретить горожанам сегодня находиться на данной территории. Температура наружного воздуха, превышающая 30 градусов, позволяет им принимать солнечные ванны. Поэтому сегодня люди приезжают, дорога прогрегирована, биотуалеты стоят, фонтанчики питьевой водой работают. Вода питьевая сегодня соответствует Сан-Пину. Напомню, городской пляж на острове по Маскин должны были открыть 10 июня. Насколько сдвинутся сроки, пока что неизвестно. Все зависит от того, когда спадет уровень воды. Сократится в этом году из-за паводка и дождей еще и площадь пляжа. Если раньше солнечные ванны на берегу могли принимать около 5000 человек, то теперь не более 500. К другим темам. Около 2000 должников по алиментам объявлены в розыск в Алтайском крае. К уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты привлечены 350 человек. Причем четверть из них это женщины, которые официально трудоустроены. Судебные приставы все чаще используют ограничение права на выезд за границу, чтобы побудить родителей платить алименты на содержание. Должники наши выезжают не только на отдых, они выезжают и в заграничные командировки. Они трудоустраиваются за рубежом. И это для них является стимулом. Ограничение права на выезд за пределы Российской Федерации является стимулом для того, чтобы начать оплачивать свою задолженность. У нас за весь 2018 год было вынесено порядка 45 тысяч ограничений права на выезд за пределы Российской Федерации. Продолжая традиции, уже более 90 лет одно из предприятий Алтайского района готовит советский сыр высшего сорта. И не стоит на месте. Сегодня линейка продукции местного маслосырзавода стала еще шире и пользуется спросом в Москве и Санкт-Петербурге. Как у нас варят вкусный сыр и что для этого нужно, узнаете далее. Советский швейцарский нуар горный крымский. На маслосырзаводе Алтайского района удовлетворяет вкусы заядлых сырных гурманов. Продукция одного из местных предприятий востребована и в других регионах страны. Например, пользуется спросом в Москве и Санкт-Петербурге, куда уходит 98% изготовленных сыров. Готовят как твердые, так и мягкие сорта. Идут по ставам одного из первых алтайских сыроделов Дмитрия Гранникова. Мы работаем вот как бы традиционно, это как бы по старой технологии, которая была разработана еще как бы в 37-м году Гранникова. Мы работаем на производственных закладках, как было это все раньше. И как бы технологию мы не меняем, что вот как бы как есть, так и есть. Перед тем, как попасть на полки магазинов, сыр проходит целый ряд этапов приготовления. Сначала его варят и замешивают, чтобы приобрел нужную консистенцию. Затем опускают в соляной раствор при температуре 10-12 градусов. А созревать отправляют в специальную камеру на 20 дней. Важный этап, по словам специалистов, нарастание плесени. Без нее сыр будет невкусным. Вкус дают микроорганизмы, которые мы вносим в захваску. В процессе набирания ванны с квашеньями мы вносим захваски, которые и дают, начинают в процессе вот всего этих трех месяцев созревания, начинает работать, развиваться. Идет расщепление жира, расщепление белка, преобразование его. И далее за счет этого образуется вкус, аромат сыра. До полной готовности нужно подождать 3-4 месяца. И только по истечении этого срока можно быть уверенным. Продукт готов к употреблению. И можно не сомневаться, он будет вкусным. Проверено поколениями. Василий Токмачев, Владислав Кириенко, Алексей Шаульский. Новости. Совсем скоро жители и гости Алтайского района смогут познакомиться с историей пчеловодства. От его так называемой «дикой разновидности» до современного этапа. Музей пчеловодства готовится к открытию. Открыть музей планируют 1 июня. Проект придумал местный пчеловод и предприниматель Николай Санин. На создание музея он получил грант губернатора региона в миллион рублей. По мнению Николая, музей – отличная возможность представить алтайский мед в более полном объеме, рассказать о его видах и целебных свойствах. На территории также планируется представить линейки продукции местных производителей меда. Одна из главных целей проекта – познакомить с пчеловодством молодежь. Это именно продолжение пчеловодства как такового. Так как в настоящее время все старше и старше средний возраст пчеловода становится. Это говорит о том, что молодые люди очень интересуются пчеловодством. Приятные новости и у студентов Рубцовского медицинского колледжа. Сегодня на его базе откроется современный симуляционный центр. На ремонт кабинета и на специальные тренажеры потратили около 5 миллионов рублей. Центр создан для подготовки будущих медработников, зубных врачей, акушер-гинекологов, терапевтов и других специалистов. Учебная фирма полностью имитирует реальные условия. Она оборудована самыми современными тренажерами и симуляторами, которые позволяют до автоматизма довести профессиональные навыки медиков и в будущем избежать врачебных ошибок. Также благодаря виртуальным роботам-симулянтам студенты и педагоги могут моделировать редкие клинические случаи. На этом наш выпуск завершен. Больше новостей найдете на нашем сайте katun24.ru, а также в группах телеканала в социальных сетях. Предлагайте свои темы, о самых интересных мы расскажем в эфирах. А я на этом с вами прощаюсь и увидимся в 13 часов. До свидания.